SCP-1458. Усталая мать. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. SCP-1458 и его текущий носитель, обозначен как SCP-1458-1, содержится в стандартной камере для гуманоидов, модифицированной для содержания двух объектов. Стандартная бригада медработников дополнена педиатром. Если SCP-1458-1 погибает, и SCP-1458 начнет отказываться от сотрудничества или предоставлять опасность, может быть рассмотрено при доставлении нового носителя. SCP-1458 и SCP-1458-1 следует как можно реже разделять, чтобы уменьшить стресс и гнев обоих субъектов. Все сотрудники, работающие с SCP-1458, должны быть проинформированы о его эффекте. Все запросы предметов или продуктов должны быть одобрены главой исследований. Описание. SCP-1458 представляет собой гуманоидную сущность с рудиментарными руками и ластовидными конечностями вместо ног. Сущность способна разговаривать женским голосом и имеет значение IQ около 132. Основной аномальный эффект сущности проявляется, когда она находится в прямой видимости субъекта в возрасте от 3 до 16 лет, чья мать или оба родителя являются умершими. В воспоминаниях такого субъекта реальная мать или материальная фигура заменяется на SCP-1458. Сущность способна одновременно оказывать воздействие на нескольких субъектов, но остается в умиротворенном состоянии, пока все они не будут удалены из ее присутствия. Субъект после удаления от SCP-1458 остается под действием ее эффекта и испытывает желание к ней вернуться. Сущность стремится кормить тем находящихся под ее действием субъектов, играть с ними и обучать их. Попытки обучения, обычно ориентированы на андентичную историю. SCP-1458-1 был найденным находившимся под ее действием ребенка на момент обнаружения, поскольку данного субъекта затруднительно переопределить в другую семью из-за отсутствия каких-либо записей ребенка по имени удалено. И ввиду того, что в его присутствии SCP-1458 склонна к сотрудничеству и спокойно себя ведет, субъекта SCP-1458-1 решено оставить на попечении SCP-1458 до дальнейших распоряжений. У тех, кто осведомлен о ее эффекте, сущность вызывает отвращение, однако те, кто об этом эффекте не знают, видят ее как человека женского пола с изуродованными покрытыми рубцами, лицом и телом. Описания SCP-1458 разнятся, но все женщины и все субъекты, память которых подверглась воздействию SCP-1458, описывают ее одинаково. Сущность была обнаружена в Удалено, после того, как ее зарегистрировала камера наблюдения в торговом центре Удалено. SCP-1458 сообщила исследователям, что она жила в городе Удалено в течение засекреченных лет и, как правило, в магазин за продуктами отправляла SCP-1458-1. Люди, воспринимающие SCP-1458 с помощью электронных устройств, не подвержены ее влиянию, отвечая на заданный по этому поводу вопрос, SCP-1458 выразила отвращение к современной технологии. Интервью 1458-7 Опрашиваемый SCP-1458, опрашивающий научный сотрудник засекречено. Предисловие. Интервью проводится с целью выявления происхождения SCP-1458 и ее намерения в отношении субъектов, находящихся под ее влиянием. Исследователь до этого контактировал с SCP-1458 и был хорошо с ней знаком. Начало протокола. Научный сотрудник. Кто вы? SCP. Мое имя Удалено. Я была рождена, как дочь царя Ливии. Научный сотрудник. Вы родились в таком виде? SCP нет. Это мое проклятие. Я была молода и наивна, и я полюбила великого и могущественного мужчину, но он уже был женат на женщине, столь же великой и могущественной, как он сам. Жена обо всем узнала и жестоко отомстила, забрав всех моих детей и в гневе их умертвив. После я брела тело, которое вы видите сейчас. Что было извращенной попыткой подарка от того, кого я так любила? Научный сотрудник. Кем были ваши дети? SCP. Мои дети. Они были невиновны. Она убила их. И это была моя вина. Примечание. SCP-1458 начинает издавать вокализации в виде низкого, грохочущего шума. SCP. Я родила этих детей только чтобы пасть самой и обречь их на смерть. Моя любовь к мужчине была настолько безумной, что я почти забыла о них, пока они не исчезли. Я была мертва от горя. Я пыталась вырваться из себя глаза, чтобы перестать видеть их образы. Он хотел успокоить меня, обратив в это и позволив попытаться отомстить ее детям. Научный сотрудник. В чем она заключалась, ваша месть? SCP. Я убила столь многих. Столько родителей лишились своих детей. Я только хотела заставить их почувствовать мою боль, но они не чувствовали себя так, как я. Они не знали, почему я убиваю. Мои дети погибли из-за моих же ошибок, а я убивала из-за чистого гнева. Во своем гневе я стала хуже, чем она. Примечание. Снова грохочущей вокализации. Гораздо громче и агрессивнее. Научный сотрудник. Пожалуйста, успокойтесь. SCP-1458. Кто она? SCP. Она женщина, из-за которой все это началось. И я стала искать ее потомков. Примечание. SCP-1458 умолкает, затем смеется в течение пяти секунд. SCP. Но они мои дети, и я дам им жизнь. Научный сотрудник. Кто ее дети? Интервью прекращено в связи со внешним воздействием. Заключение. Перед тем, как интервью было прекращено, SCP-1458 начала выкрикивать имена детей. Исследование показало, что все указанные имена подходят под известные категории основного эффекта сущности. Несмотря на предупреждение сотрудников службы безопасности, но субъект не прекратила вокализации и была обездвижена. После этого события SCP-1458 игнорировала все вопросы в течение 24 часов. В приложении 1 ввиду событий интервью 1458-7 следует внимательно следить за резкими изменениями в поведении или психике состояния SCP-1458, чтобы определить, чем эти изменения вызваны. В приложении 2 ввиду очевидного телепатического и ментального эффекта SCP-1458 приняты меры предосторожности на случай, если этот эффект не ограничивается находящимся под ее воздействием детьми.